В этот день, 23 июня 1710 года, в ходе Великой Северной войны был взят город Выборг. 23 июня 1941 года газета «Правда» впервые назвала начавшуюся войну Великой Отечественной. 23 июня 1944 года началась операция «Бакратион» – полномасштабное наступление советских войск в Белоруссии. В этот день, 23 июня, родились граф Александр Бенкендорф, полководец времен Отечественной войны, позже главный жандарм, начальник 3-го отделения политической полиции Российской империи. Анна Ахматова, выдающаяся русская поэтесса. История одной из самых талантливых поэтесс серебряного века Анны Ахматовой полна ярких и трагических событий. Признанной уже в молодые годы классиком русской поэзии, она за свою творческую жизнь испытала не только славу, но и замалчивание, травлю и жесточайшую цензуру советских властей. Анна Андреевна родилась летом 1889 года в пригороде Одессы в семье дворянина, флотского инженера-механика. Ее поэтический слух, тонко чувствующий мелодию слов, проявился в детстве. Совсем маленькая, услышав, как старших детей учительница обучала французскому языку, она в пятилетнем возрасте сама заговорила по-французски. Отсочняя стихи, Анна начала в 11 лет. Правда, отец не одобрял поэтических занятий дочери и запрещал ей подписывать стихи настоящей фамилии – Горенко. Так и всплыла в литературных сборниках девичья фамилия ее прабабушки – Ахматова. Кстати, первые стихи Ахматовой были напечатаны в Париже в журнале другого молодого поэта Николая Гумилева. Они поженятся весной 1910 года. Николай Гумилев ввел жену в торческое сообщество Петербурга, в которое ее имя моментально стало известным. Как писали современники, популярной стала не только поэтическая манера Ахматовой, но и ее облик. Она поражала современников своей царственностью, величавостью. Ей, как королеве, оказывали особые знаки внимания. 1912 год был насыщен событиями – путешествием по Италии, рождением сына Льва, в будущем известного историка. Слава о поэтессе быстро распространилась по всей России. Критик Николай Недоброво писал о творчестве Ахматовой. Изобилие поэтически притворенных мук свидетельствует не о плаксивости по случаях жизненных кустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жесткую, чем слезливую и уж явно господствующую, а не угнетенную. В 1914 году супруг ушел добровольцем на фронт, а Ахматова удалилась в Тверскую губернию в имении Гумилевых. По словам Чуковского, здесь четче обозначилась у губ, свойственная ее натуре, старорусская православная складка. Ранее незнакомая с деревней, она впервые вышла под открытое небо, соприкосновываясь со скудной землей, крестьянством, неяркими просторами русской природы. В каждых сутках есть такой смутный и тревожный час, громко говорю с тоской, не раскрывший сонных глаз, и она стучит, как кровь, как дыхание, тепла, как счастливая любовь, рассудительна и зла. Гумилев вернулся только в 1917 году, и в этот же год Ахматова заболела туберкулезом. А ведь тогда этот диагноз звучал как приговор. В 1921 году новая трагедия – расстрел Николая Гумилева. ДЧК казнила его, но Анна Андреевна так никогда не узнала даже, где его похоронили, и похоронили ли вообще. А Ахматова молчала три года, окончательно отдалившись от литературного общества. Ее новые стихи появились в 1924 году, но вслед за этим наступило время негласного запрета на публикации. А в 1930-е годы советская власть будто продолжила испытывать Ахматову напрочность. Самые близкие ей люди попали под репрессии, включая сына Льва. Тот провел в лагерях шесть лет, а в 1944 году пошел добровольцем на фронт. Но и вернувшись, он недолго был на свободе, Лев снова отправился по этапу вплоть до 1956 года, до самой реабилитации. То страшное время в стихотворном цикле Реккия. Перед этим горем гнутся горы, Не течет великая река, Но крепкие тюремные затворы, А за ними каторжные норы И смертельная тоска. Забытую на родине Ахматову ценили и помнили за границей. В 1964 году она получила престижную итальянскую литературную премию Этна Торина. Поэтесса стала почетным доктором Оксфордского университета. Незадолго до ее смерти в 1966 году Ей было позволено издать правленной цензурой сборник «Бег времени». Похоронена Анна Ахматова На Комаровском кладбище под Петербургом. Редактор субтитров А.Семкин